Добрый день дорогие друзья! Ко дню единства народа Казахстана мы приготовим с вами блюда немецкой и казахской национальной кухни. Я приготовлю сегодня крепли айзере, а я приготовлю щельпеки. Для приготовления крепли мне понадобится кефир 500 грамм где-то, сметана, щепотка сахара, соли, два яйца и мука около килограмма. Также добавляем в тесто соду либо разрыхлители для теста. И зелье у тебя наверно такие же, да? Да, на самом деле у меня такие же ингредиенты. Вместо сметаны на самом деле я кладу еще немного сливочного масла. Рецепты щельпеков разнятся в зависимости от региона или от каждой семьи. В нашей семье мы готовим без дрожжей, на кефире также и с щепоткой захития от места. Так, ну я тогда начну, хорошо? Я наливаю сюда кефир, а я пока буду просеивать муку. Хорошо. Так, у меня пол литра кефира ушло. Я тебе оставляю. Добавляю туда 2 яйца. А у меня тоже где-то пол килограмма муки уйдет. Нужно постараться ее хорошенько просеять, чтобы не было комочков. Я в муку буду в конце у тебя добавлять. Это на самом деле умно. Посмотрю, как получится, да? Так, добавим немножко разрыхлителя. Разрыхлитель ты сразу, да, добавляешь? Ну да. Хорошо, я вот добавила 2 яйца, у меня вот пойдет сюда сметана. Вот сюда прямо у меня на 500 миллиграмм кефира уйдет целая пачка сметаны, 200 грамм. И все это тоже тщательно размешаю. Я добавлю совсем немного соли и сахара. Мне понадобится пол литра кефира и масла, желательно растопленного, мягкого, чтобы она хорошенько перемешивалась и добавляем масло. Размешиваем до однородной качественности. Так, я добавила немного сахара, немного соли. То же самое перемешиваю. И сейчас я буду точно так же, как и озере, просеиваю через крошку муку. После того, как я добавила все жидкие ингредиенты, это кефир, яйца и сметану, я буду уже теперь просеивать муку. Я могу, да, взять и будем добавлять около килограмма муки. А у меня получилось немного жидкое тесто, поэтому мне тоже нужно будет добавить муку. Можно начинать замешивать ложкой, потом перейти к замешиванию руками. У нас, согласись, похожа будет консистенция, правильно? По-моему, у вас будут более пышные, крепкие, потому что в составе будут две пачки разыхлителя. У меня обычно черпейки похожи на очень хрустящее тесто, да, получается? Очень хрустящее обычно. С мукой я также добавляю разоткрытель, сюда добавим. И тоже, так же, как и озере, начинают уже замешивать. Тесто должно быть не сильно крутое, не как на пельмени. Немножко слабее оно будет по консистенции, мягкое. Также я начинаю руками замешивать, чтобы получилось очень мягкое и упругое тесто. А вы знали, что у казахов есть пословица, связанная с шельпеками? Нет, я не слышала. Расскажи, пожалуйста, очень интересно. Есть одна легенда о том, как один охотник был таким щедрым, что всегда делился своей едой, найденным добром в горах. И однажды ему приснился страшный сон, и он сказал своей жене, приготовь 7 шельпеков, тогда нас обойдет 7 бед. Вот и существует пословица, 7 шельпеков спасет от 7 бед. И поэтому потом, когда мы уже замесим тесто, нужно будет разделить его на 7 кусочков. И вообще число шельпеков должно быть кратным 7. Потому что это священное число не только у казахов, но и у многих народов мира. Ну, крепли вообще подаются к бульону, потому что я их делаю не сладкие, не много там было сахара. Можно также их с вареньем, либо со сгущенкой к чаю. Поэтому... По-моему, еще с сахарной пудрой посыпается, да? Да, сахарная пудра, это чтобы она была красиво украшена. Сахарной пудрой сладкая тоже подаются к чаю. Я пока вывалю свое тесто и начинаю его потихонечку умешивать. Вообще, баусаки тоже готовятся, но только дрожжи, да, добавляются? Мы обычно делаем баусаки из оставшегося теста от черпеков. Они такие же хрустящие получаются. Просто не круглые, а разные формы. Треугольники, маленькие квадратные. Так, мое тесто замесилось до подходящей консистенции. Я могу его переложить на стол, предварительно присыпав его мукой. Ну, у меня тоже уже тесто хорошее, не сильно твердое, как на пельмени. Оно более мягкое, податливое. И, конечно же, нужно, чтобы оно чуть-чуть постояло, минут 20-30, для того, чтобы оно еще стало мягче и эластичнее. Я ее положу в чашку и можно накрыть его полотенчиком и оставить на минут 20-30. У меня уже все. Тоже немного присыпав мукой и накрываем. Полотенчиком, да? Можно. Все, да? Вот так. Поснимаем. Прошло минут 20, да? Где-то. И можно его теперь распилывать, раскатывать и жарить. Присыпаем мукой. Как я уже говорила, щитпеков должно быть 7 штук, поэтому скатываем в колбасочку и делим на 7 кусочков. Конечно, может получиться больше, но оставшиеся можно либо на баосаки отнести, либо на еще больше чельпеков. Еще больше чельпеков. Еще 7 штук. Да. Я делаю одну большую лепешку такую. У меня где-то около полсантиметра будет толщина. И я ее буду резать ромбиками или квадратиками, кому как удобно, прямоугольниками. Для того, чтобы сделать красивый крепель, его нужно прорезать внутри дырочку и вывернуть. Сейчас я покажу, как это делается. Вообще удобно делать, например, у меня таким ножом, как вот для пиццы. Тесто ровно режется и красиво. Так. Такими полосочками нарезаю. У меня получилось 7 штучек. Наверняка и некоторые из них придется тоже уменьшить, потому что были слишком большие и толстые. О, у нас будет изобилие щельпеков и повсаков. У меня вот смотри, какие получились тоже прямоугольники. В них нужно вот так прорезать дырочку и вывернуть. Так, и вот такие у меня получаются вот. Ааа, вот как они выворачиваются. Да, выворачиваешь вот так вовнутрь и все. И вот такие у нас получаются для жарки крепли. Ничего себе. Мне всегда было интересно, как такие украшения делаются. Очень легко. Оказывается. Обычно дети помогают. Очень любят с тестом возиться и им делаешь, а они вот так потом их выворачивают. Все, и внутри они прожариваются. Так, а мне главное сделать такие маленькие лепешечки, которые будем скатывать до где-то миллиметра, наверное. А они тоненькие будут, получается, миллиметр? Ну, или толще. Посмотрим. Как получится, да? Главное, чтобы по диамету подходила под вашу сковородку. Чтобы не было не больше или не слишком маленькой. Просто раскатываем такую лепешечку, да? Да, желательно, чтобы она была круглая, конечно. У меня немного получается похоже на грузинской хачпури. Вот такой интернационал. Ну, главное, конечно, чтобы они были равномерны. Как зрители уже могли понять, я не самый опытный пекарь. Ничего. Какие годы. Еще все впереди. Можно научиться. Оп, с опытом все придет. Ты знаешь, чтобы они прям ровные были, круглые, можно положить на них крышку. Тарелочку. Да, вырезать. И вообще будет тогда идеально ровно. Да, конечно. Можно попробовать. Можно попробовать, да? Смотрела, нет? Если я вырежу. Пойдет. Пойдет? Хорошо. Ну, давай попробуем. Почти круг. Если хочешь, попробуй тоже. У меня пусть будет инопланетный щельпек. Так. Я тебе помогу еще, да? Можно? Да, конечно. Спасибо. В них никакие дырочки не надо делать? То есть они вот так получаются, круглые и все, да? Да. Может уже нальем масло и поставим его раскаливаться? Ну да, сейчас вот раскатаем еще. Щельпеки, как и крепли, по-моему, на раскаленном масле жарятся. Да, да. Как баурсаки. То есть наливаем масло в сковородку и жарим их до золотистого цвета, правильно? Угу. Так, мы наливаем масло на сковородку, можно побольше. Так, озере мы сейчас раскатываем тогда лепешки и я пожарю на масле, мы включили его, пожарим крепли, а потом тогда щельпеки. Да, отлично будет. Масло у нас уже почти скрелось, возьмем такую досточку, чтобы было удобно. Перекладываем наши крепли, чтобы их пожарить на досточку. И аккуратно, не брызгая, начинаем их закидывать масло. Аккуратно, очень горячее, чтобы не отжечься и не кидайте их. И сколько примерно на каждой стороне жарить? Ну, они быстро жарятся до золотистого цвета, буквально пару минут. И все, их переворачиваешь точно так же, как и боруцаки. Масло надо проверять, контролировать. Если сильно начинает подгорать, лучше его убавить. Если смотрите, что оно у вас еще пока слабенько жарит, можно прибавить. Вообще жарят на сильном огне. А, они быстро поднялись. Они поднимаются, да. Но это все равно, это не дрожжевое тесто, это за счет кефира с разрыхлителем. Поэтому оно пышненькие такие становятся. Внутри будет мягкое тесто, а снаружи тоже чуть-чуть хрустящее. С одной стороны уже у меня пожарились, я сейчас начинаю тоже аккуратненько переворачивать. А, классно. Там золотистого цвета, да, получается. И аккуратненько, чтобы не забрызгать, чтобы не обжечься. С двумя вилочками очень удобно. И они уже через буквально минута-пару уже готовы. Классно. А потом нужно будет промокать как-то лишний жир? Можно положить салфетки на дно тарелки, и тогда лишний жир стекет. Но, как правило, оно не такое жирное тесто, потому что внутри нет ни масла, ни каких-то жиров. Окей. Я уже выкладываю свои пепли. Я пока буду готовиться к жирке щитреков. Нужно, чтобы оно не сильно сдувалось. Потому что, смотрите, оно начинает уже пузырьками покрываться. Немного напоминает чебуреки. Когда я дома делаю, оно просто может огромный пузырь сдуться. И потом уже, когда его переворачиваешь, оно заполняется жиром, что тоже не особо хорошо. Так, немного стекаем масло. И придавливаем, чтобы ровно меня оно прожарилось. Быстро даже жарится, да, получается? Угу. Так. Золотистая корочка с обеих сторон. Ну какие красивые получились. Так, вот тарелочка тогда. Так, держим так, чтобы все стекло. А, то есть нужно подержать, чтобы жира не было? Да. И аккуратно кладем следующее. Так, вот. Вот, и осторожно, она брызгает. И остальные пять мы пожарим таким же образом. Соблюдайте меры предосторожности. Мы дожарили свои репешки, шерпеки и крепли. Да. Последний штрих можно их украсить сахарной пудрой. В общем, на любителя. Если это к супу, то, конечно, не надо сахарной пудрой сыпать. Но мы сейчас будем чай пита. И мы так мобильно посыпаем красиво сахарной пудрой. А шерпеки можно есть с вареньем по вашему вкусу. Приятного аппетита! И с Днём Единства народа Казахстана! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok